Валерий Седов 20 единиц оружия и больше 200 боеприпасов. В Рязани задержан местечковый кулибин. Исцелиться от пьянства и других зависимостей. За избавлением от недугов от уже больше века обращаются к чудотворному образу в Пощуповском монастыре. 200 марок из 15 стран мира. В РГУ прошла выставка марок. Главные редакторы пяти рязанских СМИ опубликовали открытый письмо к председателю Рязанского областного суда Елене Сапуновой с просьбой допустить журналистов на рассмотрение дела о восстановлении на госслужбе, связанном с допуском ГОСТЭНИ. По словам наших коллег, речь идет о нашумевшей истории с увольнением первого вице-губернатора Рязанской области Михаила Семенова. Это письмо главных редакторов пяти рязанских информационных ресурсов. Документ с подписями появился в соцсетях всего пару дней назад, но уже успел пошуметь. Дело о восстановлении на работе экс-вице-губернатора Семенова почему-то решили сделать закрытым. Официально из-за того, что там фигурирует некая гостайна. Очевидно же, что никакой гостайны в процессе не будет. Но даже если она и будет, даже если судья задаст вопрос третьим лицам, если таковые будут приглашены, а это будет, очевидно, представители спецслужб, у которых, собственно, есть монополия на раздачу и отбирание гостайны, даже если им зададут этот вопрос и спросят, а в чем, собственно, в деятельности Семенова государственная тайна? Хотя, в общем-то, в положении о госслужбе все прописано, и судья наверняка все это знает. То на этот конкретный момент журналистов можно удалить из зала заседания. 37-летний Михаил Семенов приехал в Рязань в сентябре, а спустя месяц его имя связали с громким скандалом. Первым о дикой охоте с участием вице-губернатора возле деревни Борет Сараевского района заявил один из авторитетных телеграм-каналов ВЧК УГПУ. Сообщалась, будто бы даже группа охотников, причастных к незаконному убийству лося на 300 килограммов. Эту новость подхватили электронные СМИ региона, но поторопились с формулировками. Дескать, Семенова и руководители управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям Олега Наумова задержали силовики. Следственный комитет выдал опровержение, никто никого не задерживал, да и на рабочем месте оба персонажа появились. Семенов получает право на реализацию доступа к правосудию, ему никто не отказывает. То есть за Семенова я бы не переживал, хоть у этого чиновника и есть пробел в его чиновной биографии с 2018 по 2021 годы. Потому что он сотрудником администрации президента на самом деле был до 2018 года. Простите, но это была немного другая политическая реальность и даже немного другая страна. Поэтому я бы не стал сейчас так сильно ассоциировать его с высшими эшелонами российской власти. Но нет. Дальнейшая хронология стремительна. Экстренное возвращение Николая Любимова из отпуска, увольнение Семенова в тот же день. Причем губернатор на своей официальной страничке в соцсети высказался довольно эмоционально, цитирую. Трудовой договор расторгнут на основании ряда пунктов служебного контракта, связанных с допуском к гостайне. Люди, имеющие статус государственного служащего, особенно занимающие такие высокие должности, обязаны соблюдать целый ряд ограничений. Те, кто в любой форме нарушает эти ограничения, работать в правительстве области не должны. На момент выхода нашего новостного выпуска судебное заседание еще не было завершено, но все похоже на то, что одним днем рассмотрение не ограничится. А недопуск журналистов в зал суда по-прежнему вызывает у них недоумение. Максим Васильев, телекомпания «Город». В Рязанской области полицейские задержали подозреваемого в незаконном изготовлении избытия огнестрельного оружия и боеприпасов. В задержание участвовало сразу несколько ведомств. Все подробности далее в сюжете. Автомат Калашникова, 10 пистолетов и даже тубус от гранатомета. Все это нашли в квартире жителя Рязанской области. По версии следствия, на своем фрезерном станке мужчина переделывал части оружейных механизмов. В квартире Рязанского Кулибина обнаружено еще и 11 банок с порохом, больше 250 патронов разного калибра, а также 5 самодельных ружей. Установлено, что злоумышленник оборудовал в квартире мастерскую по переделке сигнального оружия в боевое. Криминальный товар он намеревался продавать через своих знакомых. После сделки по продаже пяти пистолетов и патронов к ним нелегальный оружейник был задержан нашими сотрудниками, а также сотрудниками регионального управления ФСБ России и Росгвардии. В связи с тем, что подозреваемый мог быть вооружен, а дома у него находились пятеро несовершеннолетних детей, операцию было решено провести на улице. Задержание проводили совместно с силами регионального ФСБ и СОБРа. При обыске у мужчины нашли крупную сумму денег. Предположительно, это частичная плата за оружие и боеприпасы. Вот, да, денежные средства, о которых вы говорили? Так точно. Прошу их отдать моей жене. Благородный порыв проявился слишком поздно. 51 тысячу рублей приобщат к делу как улику. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статьям 222 и 223 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это незаконное изготовление и хранение оружия. Расследование продолжается. По иску прокурора Рязанского района ограничен доступ к интернет-ресурсам, на которых размещена информация о продаже поддельного паспорта гражданина Российской Федерации. Прокуратурой района в ходе мониторинга сети интернет выявлены сайты, на страницах которых размещена информация с предложением купить паспорт РФ за плату без прохождения установленной законом процедуры с внесением данных в государственные базы. Федеральный закон об информации, информационных технологиях и о защите информации запрещает распространение информации, за размещение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность. Поскольку незаконная выдача паспорта гражданина Российской Федерации равна внесению заведомо ложных сведений в документы, повлекшее незаконное приобретение гражданства Российской Федерации влечет за собой привлечение к уголовной ответственности по статье 292 Прим. 1 Уголовный кодекс Российской Федерации. В прокуратуру района в Октябрьский районный суд города Рязани направлено административное исковое заявление о признании информации, размещенной в сети интернет, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации, которое рассмотрено и удовлетворено. В настоящее время доступ к интернет-ресурсам с противоправной информацией ограничен. К другим новостям. Главная святыня Иоанна Богословского монастыря в селе Пощупово старинный чудотворный образ иконы Божией Матери Знамения Корчемная. Особо почитаемая в Рязанской области чудотворный образ Знамения Корчемная помогает людям, одержимым недугом пьянства. Сохранилось рукописное повествование об иконе Пресвятой Богородицы, которая в городе Рязани в часовне при церкви преподобного Симеона Столпника было написано по повести пожилых людей. Согласно повествованию, в Рязани жила вдова, давно страдавшая пороком пьянства. Когда она пропила все, что имела, то взяла из дома принадлежавшую ей икону Богородицы Знамения и отнесла в Корчему. Корчемник принялся укорять женщину, но она не смогла преодолеть свою губительную страсть и пообещала позже выкупить икону. Хозяин Корчема поставил икону в свою божницу. Протрезвев, вдова ужаснулась своему поступку и через несколько дней выкупила икону и поставила в своем доме на прежнее место. Но наутро обнаружилось, что икона исчезла и появилась в божнице Корчемника. Так происходило три раза. Вдова поняла, что Царица Небесная наказала ее за кощунство, долго каялась и с того времени до самой смерти никогда не брала в рот Хмельнова. Икона же осталась у владельца Корчемы и получила название «Знамение Корчемное». Мы, дорогие братья и сестры, я по жизни тоже видим, являемся свидетелями многочисленных знамений. Но часто мы не в состоянии их различить. Как Господь говорил, обличая книжников и фарисеев, вы знамение времени различить не умеете. Вот так же и мы, дорогие братья и сестры, часто не видим знамение времени, не имеем рассуждения, а действуем исключительно по своему плотскому дрованию. Когда икона стала являть чудеса исцеления от пьянства, ее с почестями перенесли в Рязанскую церковь Симеона Столпника. По преданию, в 1848 году икона спасла жителей Рязани от эпидемии холеры, которая поразила центральные губернии России. Верующие с молитвами крестным ходом обошли весь город. Еще икона избавляла от пагубного пристрастия к карточной игре и других пороков и пребывала в церкви до революции. Сохраненное чудом в 1920-е годы при изъятии церковных ценностей благодаря дворянину Дмитрию Серебрякову, по другим данным Сереброву, который входил в состав комиссии, издал лишь ценный оклад, а саму икону спрятал у прислуги в доме. По лику иконы прошла трещина и в 1989 году был сделан список, который тоже хранится в Иоанна Богословском монастыре на Рязанской земле. Икона выставляется на аналой по воскресным дням для водосвятного молебна в соборе апостола Иоанна Богослова. Две тематические выставки марок стали настоящим украшением фестиваля культур, посвященного Дню Института иностранных языков РГУ имени Есенина. Всего было представлено больше 200 экспонатов из более чем 15 стран мира. Репортаж с места событий прямо сейчас. В руках у Алексея Туарменского почтовый выпуск 2013 года, выпущенный в Китае. На изображении гора Лофушань. Казалось бы, обычная картина. Но на небольшой марке спрятан глубокий смысл, говорит Алексей. Горы – священное место даосистов. Река же – символ жизни, символ дао. Искусствоведы же добавляют, что гора может также обозначать нирвану. А туман, окутывающий воды – это неизвестность. То есть, когда люди, путешествуя по дао, доходят до логического конца, они оказываются в нирване. Но пока они плывут, то есть пока они живут, нирвана от них закрыта туманом. Таким образом, очень культурно и религиозно емкое произведение. Небольшой художественный материал, который включает в себя столько различных особенностей интерпретации, что действительно его можно рассматривать на занятиях по китайскому искусству. Это только одна из марок на первой выставке, которая называется «Китайское искусство. Традиции и новые решения». Здесь представлено 107 марок из шести стран. Но стилистически они похожи, говорит Алексей. «Китайское искусство, мол, всегда остается искусством». А вот другая часть выставки куда интереснее. Она и называется «Британская и американская литература в коэволюционном аспекте». И здесь о каждом экспонате можно говорить часами. Например, вот обычная марка с изображением Роберта Бернса, выпущенного в СССР в 59-м. И, казалось бы, что в ней такого особенного? Она вызвала широкие общественные обсуждения в Англии, так как в то время в Великобритании было законодательно запрещено печатать на марках персоналии некоролевского достоинства. То есть это могло быть изображение либо королевы, либо одного из принцев или принцесс. Но британская общественность разглядела, что в Советском Союзе вышла марка, посвященная Бернсу. И о ней преисполнились негодований, что русские смогли выпустить такую марку, а им в Англии запрещено. Впоследствии в Англии развернулось широкое обсуждение, которое закончилось поправками в закон. Теперь изображать некоролевских персон можно, если у них есть заслуги перед Британией. На холдере собрано большое количество марок с изображением разных людей. Есть и марки, посвященные франшизам по Гарри Поттеру и Властелину колец. Всего 126 марок из 17 стран мира. Выставка будет работать до 14 декабря в стенах ВУЗа. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем сайте город62.тв и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин